Привет всем коллегам из Белоруссии, где мы интеграционными нашими делами занимались. Сегодня у нас с вами вопросы бюджета. Начнём с них, во всяком случае, они касаются исполнения федерального бюджета, федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы. Такой анализ мы проводим по нашим правилам каждые три месяца, то есть ежеквартально. Сегодня рассмотрим итоги за шесть месяцев текущего года. По понятным причинам ситуация сложная, мы вынуждены серьёзно сокращать расходы, и вопрос о том, как используются государственные деньги, имеет особое значение сегодня. Нам нужно понимать, насколько эффективно работают все инструменты, где можно и нужно сэкономить. В том числе такая оценка нужна и для того, чтобы грамотно спланировать бюджет на следующий год. Экономические условия, как я уже сказал, в этом году являются совсем непростыми. Валовый внутренний продукт в первом полугодии уменьшился, по данным Минэкономразвития, на 3,4%. Сократился потребительский спрос, инвестиционный спрос, сохраняется значительная волатильность на мировых сырьевых рынках. В отношении отдельных компаний и целых секторов нашей экономики продолжают действовать санкции. Но, несмотря на достаточно сложный, просто неблагоприятный экономический фон, бюджетная система по основным параметрам остаётся стабильной и сбалансированной. Все нормативные публичные обязательства, то есть наши обязательства, вытекающие из закона по выплате пенсий, пособий, субсидий, выполняются в полном объёме. Такой же подход мы, кстати сказать, закладываем и в проект федерального бюджета на следующий год. Подробно по итогам полугодия доложит министр финансов, я назову лишь некоторые цифры. Доходы федерального бюджета превысили 6,6 триллиона рублей, почти на 3% больше, чем прогнозировалось. При этом впервые за несколько лет больше половины доходной части, около 55%, сформировано за счёт доходов ненефтегазового характера. Вот почувствуйте разницу. Хотя понятно, что причины этого связаны с внешними факторами в значительной степени. В основном наши ненефтегазовые налоговые доходы – это поступление от налога на добавленную стоимость, налога на целый ряд других объектов, вывозную таможенную пошлину, а доля нефтегазовых доходов, соответственно, уменьшилась до 45%. Израсходовано за 6 месяцев около 7,4 триллионов рублей, почти 48% от плана, но это действительно один из наиболее таких приличных показателей кассового исполнения бюджета за последнее время. В первой половине года мы получили дефицит федерального бюджета – порядка 800 миллиардов рублей, или 2,3% валового внутреннего продукта. Результат в нынешних условиях вполне ожидаемый. С одной стороны, из-за снижения цен на основные сырьевые товары наши доходы от экспорта сократились. С другой – довольно много бюджетных средств в этом году мы вынуждены были использовать на поддержку банковской системы, реального сектора, на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, на сохранение стабильной ситуации на рынке труда в рамках плана правительства, то есть нашего антикризисного плана, по которому мы работаем. По которому мы недавно с вами встречались, обсуждали, как идут дела. Теперь подробнее о том, как расходовались бюджетные деньги в рамках федеральных целевых программ и федеральной адресной программы. Напомню, что на сегодняшний день утверждено более 40 программ, а именно 44 ФЦП и одна подпрограмма по наиболее важным для нашей страны направлениям. На их реализацию в текущем году планируется выделить около 1 триллиона рублей по открытой части бюджета. Это солидные средства, тем более если учитывать весьма жесткие бюджетные ограничения. В то же время эффективность их использования, как это, к сожалению, у нас и ранее бывало, она оставляет желать лучшего. По оценке Минэкономразвития только половина ФЦП можно назвать работу по ним эффективной. По 22 ФЦП деятельность оценивается как средняя, как удовлетворительная. По двум программам результаты неудовлетворительные. Необходимо принять дополнительные меры по исправлению ситуации и через месяц доложить, что происходит. Если говорить о неудовлетворительной ситуации, то упомяну две ФЦП. Собственно, о них мы говорили. Во всяком случае, по одной из них точно обсуждали, как обстоят дела. Это создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. Тем не менее, хуже, чем в прошлом году положение с кассовым исполнением расходов по ФЦП. Определённые сложности сохраняются в плане софинансирования расходов за счёт средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников. Ну, в общем, это понятно почему. Поэтому нужно активнее работать и в регионах, и с потенциальными инвесторами, с представителями среднего и малого бизнеса, чтобы в третьем квартале постараться ситуацию исправить. Что касается федеральной адресной инвестиционной программы, общий объём бюджетных ресурсов, которые планируются направить на её выполнение, превышает 1 триллион рублей. Должно быть построено или модернизировано около 1800 различных объектов без учёта гособоронзаказа, и более 600 объектов должно быть введено в эксплуатацию до конца года. По некоторым параметрам, например, по кассовому исполнению расходов в рамках федеральной программы адресной, ситуация по отношению к прошлому году несколько улучшилась. По другим, по количеству заключённых контрактов, по числу вводимых объектов мы отстаём, в том числе от запланированных показателей. Надо эту работу активизировать. Так же, как и с федеральными целевыми программами, картина по министерствам и ведомствам, по объектам она разная. Коллегам нужно ещё раз проанализировать деятельность по выполнению ФАИП, максимально ускорить проведение конкурсных процедур и заключение госконтрактов. Это и так нужно делать в обычной ситуации, естественно, а сегодня использовать деньги с такой низкой эффективностью просто недопустимо. Продолжая бюджетную тему, хотел бы отметить законопроект, который вносит изменения в отдельные положения бюджетного кодекса, но мы обсуждали это на целом ряде совещаний. В частности, предлагается приостановить действия бюджетного правила, пока до следующего года этот механизм свою роль позитивную сыграл. Он позволял сформировать суверенные фонды, резервный фонд, фонд национального благосостояния, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы, выполнять социальные обязательства, что и было сделано. Но при таких низких ценах на нефть резервы мы должны сейчас беречь и в большей степени опираться на другие источники. Законопроектом также предусматривается, как и было объявлено, сдвинуть сроки внесения проекта бюджета в Госдуму на конец октября. В этом году бюджет будет особенным, он свёрстан на один год, как мы и договаривались. Здесь ситуация и внутри нашей экономики, и в мировой экономике остаётся весьма сложной и непредсказуемой. Мы уже возвращались к однолетнему циклу бюджетного планирования, поэтому высокая волатильность на рынках снижает надёжность расчётов по доходам и расходам. И переход с трёхлетнего цикла, временный переход, ещё раз подчёркиваю, на годовой, позволит в настоящий момент опираться на более точный прогноз основных макроэкономических показателей и учитывать текущие тенденции. Ну и ещё один вопрос хотел бы отметить вначале. Он касается поддержки семей с детьми-инвалидами. Они, безусловно, нуждаются в особом внимании общества и государства. Важно оказывать таким детям помощь в реабилитации, дать возможность получить хорошее образование. Чтобы помочь семьям с детьми-инвалидами, мы предлагаем разрешить за счёт средств материнского капитала покупать товары и услуги, что может помочь ребёнку быстрее и комфортнее адаптироваться к окружающему миру и интегрироваться в общество. Причём средства материнского капитала можно будет использовать, не дожидаясь того момента, когда ребёнку исполнится три года, что у нас является общим правилом по использованию средств материнского капитала. Это позволит семьям не откладывать решения многих проблем, с которыми они сталкиваются. Такие нормы будут распространяться и на родных детей, и, естественно, на усыновлённых. Обсудим сегодня этот законопроект. Ну и у нас есть целый ряд решений, касающихся поддержки регионов, которые в той или иной степени пострадали от различных событий, и другие вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. Продолжение следует...